МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А пока сумма затрат с начала проекта составила 18 500 рублей на каждую участницу. Прошло несколько недель после начала проекта. Мы уже успели провести несколько интенсивных тренировок. Сделать первые шаги в стоматологии и косметологии. Но сейчас время пришло за пластической хирургией. Напомню, на первом этапе Ольге запланированы такие операции, как отопластика ушных раковин, блефаропластика верхних век и изменение формы носа. Перед операцией пластический хирург делает разметку зоны удаления в области верхнего века. Мне не просто страшно. Мне очень страшно. Трясутся руки, ноги, влажные ладошки. Я хочу, чтобы поскорее всё началось, потому что ожидание – это ещё страшнее, чем сам процесс. Ольга. Первая операция – отопластика. С деформацией хрящей устранили ей блефаропластика, избытки кожи верхних век и грыж. И ринопластика. Деформация кончика носа. Мы устранили ей, картошечку убрали и приподняли кончик носа. Вот это вот истинный кошмар. Лучше бы не давать после операции пациентам зеркало. Они могут напугаться. Пока Ольга приходит в себя, пластический хирург готовит к операции вторую участницу телепроекта – Олесю Алиеву. Напомним, на первом этапе операции ей запланирована блефаропластика верхнего века и изменение формы носа. Очень волнуюсь. Всё трясётся, руки трясутся. Олеся. Сегодня Олесе произвели две операции. Это блефаропластика верхних век с удалением избытков кожи и удалением грыж. И ринопластика кончика носа. Операция прошла удачно. Я считаю, результат будет хороший. До операции было страшно. Сейчас уже не страшно. Глаза не вдога болят, переживали уже нету. Девочки, вы большие молодцы. Вы сегодня перенесли все запланированные операции. А мы с вами увидимся через несколько дней. Прошло несколько дней. Мы решили поддержать Ольгу и проверить, как проходит период реабилитации. Всё ужасно. Я не могу спать. Я ужасно выгляжу. Я хочу помыть голову. Я вообще устала, я нервничаю, я срываюсь. Я была не готова ко всему этому. Я была не готова, что я буду так ужасно выглядеть. Олечка, нужно потерпеть. Это операция. И не одна операция, здесь три операции. Поэтому, конечно, сложно, больно где-то. Надо потерпеть, и всё будет хорошо. Начальник плачет. Спать мешает. Ушёл на диван. Ольга действительно находится в стрессовом состоянии. И мы вместе с коллективом телепроекта и докторами поможем ей справиться с тяжёлой ситуацией. А пока мы отправляемся к Олесе. Гипс, смотрю, болтается. Он уже отёк, уже спал. Ну, всё неплохо. Я горжусь своей женой. Я не представляю, как это всё терпит. Столько операций перенести. Не у каждого человека, наверное, хватит сил. Пришло время, наконец, снять гипс и посмотреть первые результаты. Ну, мне уже сняли гипс, сняли швы. Мне уже всё очень нравится. Ещё сохраняются отёк и синяки. Но, мне кажется, будет всё супер. Я в восторге. У меня стал нос значительно уже. Когда пройдут отёки, я думаю, что я буду восхищена. После пластических операций прошла всего одна неделя. Сейчас мы находимся в стоматологии, и Олесе удаляют разрушенные зубы. Напомню, что у Олеси отсутствовало несколько позиций. И перед процедурой протезирования доктору необходимо провести профессиональную чистку зубов. В данном случае мы используем ультразвуковой метод. С его помощью удаляют налёт и зубной камень. Основной задачей сегодняшней манипуляции являлось проведение генеральной уборки в полости рта для того, чтобы понять, с какими проблемами нам в дальнейшем придётся столкнуться. Мне провели чистку и удалили два зуба. Боли я вообще не почувствовала ни при чистке, ни при удалении. Сегодня я узнала, что процедуру чистки нужно производить раз в 4 месяца. Процедура очень комфортная. После неё ощущение гладкости и чистоты. Пришло время обратить внимание на кожу. И, как сказал наш косметолог, срочно девушек на физиопроцедуры. К данным процедурам можно отнести микротоки. С помощью электрического тока, низкой частоты и напряжения в коже запускаются механизмы обновления, улучшаются обменные процессы. Это и приводит к снижению отёков и лифтинг-эффекту. Наша задача была усилить кровообращение, усилить лимфодренаж на лице в тех зонах, которые прооперированы, а также восстановить чувствительность и снять отёчность. Моё лицо так необычно подёргивалось, ощущаются небольшие покалывания. Всё довольно терпимо, не больно временами, очень даже приятно. В области отёка на носу делать очень больную процедуру. Успокаиваю себя только тем, что она пойдёт во благо, и отёки пройдут очень быстро. Заниматься после пластических операций не рекомендуется. Сегодня девочек идёт лёгкая растяжка и массаж ног. Эффекты пользу от растяжки многие недооценивают и зря. Она способна сделать ваше тело гибким, связки и сухожилия станут более эластичными, а суставы будут двигаться легче и с большей амплитудой. По уровню растяжки девочек можно сделать вывод, что они никогда ей не занимались. Этот пробел мы восполним. И в завершении расслабляющий массаж ног. Неделя была очень сложной, поэтому массаж пришёлся очень кстати. Я чувствую себя отдохнувшей, расслабленной. Наконец-то сегодня я стала улыбаться. Вся неделя была очень стрессовой. Операция, стоматолог, удаление зубов. И сейчас я получила полчаса максимального расслабления и удовольствия. По итогам всех процедур, с учётом предыдущих серий, мы потратили на Ольгу 177 тысяч рублей. Олесе было оказано услуг на сумму 138 тысяч 250 рублей. Мы всей командой с удовольствием наблюдаем, как меняются наши участницы. Из миллиона мы потратили немного. Но впереди ещё масса интересных процедур и несколько этапов операции. Генеральные партнёры проекта – Красноярский центр пластической хирургии и поликлинической медицины. Профессорская стоматология «Зубник». Центр врачебной косметологии «Медикал Групп». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова